Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Мы продолжаем наблюдать за тенденцией роста американского доллара, хотя с точки зрения фундаментального фона, если вспомните анализы, которые я проводил, этот новостной фон указывает на то, что инициатива в любой момент может прийти к продавцам. Мы говорили об этом на протяжении последних недель. Очень большой акцент на доллары я сделал в ходе вчерашнего вебинара, потому что вы хотели, чтобы я раскрыл для вас подробнее тему перспектив американского доллара. И, надеюсь, если вы, опять же, присутствовали на вебинаре, если нет, запись уже доступна на нашем YouTube-канале, можете посмотреть. У вас сложилось общее представление того, что происходит с американской валютой сейчас, какие факторы должны быть основными движущими силами и почему индекс доллара все еще сохраняет потенциал для развития недвижьей динамики. Не забывайте, что на рынке инициатива очень быстро переходит от одних к другим. И то, что сейчас наблюдается локальная восходящая динамика, это не значит то, что в любой момент она не может быть сменена, как бы тенденция уже нисходящая. Индекс доллара сейчас котируется на уровне 102.94. Сегодня на повестке экономического календаря, если говорить про новостной фон, связанный прежде всего с американской экономикой, это данные по рыночным продажам США, которые выйдут в 12.30 по GMT. И в 15.00 нас ждет выступление Нила Кашкари, представителя американского регулятора. Еще одно авторитетное мнение и еще одна возможность для нас оценить, о чем думают ближайшие представители, ближайшее окружение Джерома Паула о том, что должно дальше быть с ключевой процентной ставкой, уместно ли ее дальнейшее повышение, либо она уже достигла ограничительного уровня. Если сейчас представить такие своеобразные весы и вспомнить тех, кто уже высказался, большинство, конечно же, за то, что ставка уже достигла достаточного уровня, чтобы создать условия для такого уже полуестественного снижения инфляции к тому целевому уровню, который всем известен. Это уровень, который характерен для всех центральных банков развитых стран, в районе 2%. И мне кажется, то, что тех мер, которые ранее были приняты, этого более чем достаточно, чтобы создать условия для того, чтобы инфляция постепенно, месяц от месяца, двигалась к цели в 2%. Я думаю, что именно так оно и будет происходить. Из тех отчетов, на которые мы делали акцент в последнее время, это, конечно же, два слабых релиза подряд по Non-Farm Perils, потом это снижение базовой инфляции, июльские цифры со 4,8% до 4,7%, сохранение промышленной инфляции базового значения на уровне позапрошлого месяца 2,3%. Это все достаточно оснований, чтобы продавцы сплотились, и индекс доллара снова пошел к уровням 102, 101 и впоследствии уже к поддержке 100 пунктов. По поводу того, как рынок оценивает вероятность повышения процентной ставки. Ну, пожалуйста, вы можете самостоятельно анализировать эти данные через инструмент FedWatch Tool. Так вот, вероятность повышения ставки в сентябре, даже несмотря на то, что многие сейчас будут говорить о том, что идеальные условия для повышения процентной ставки, рынок оценивает эту вероятность в 11,5%. Я надеюсь, вы понимаете, что при таком подходе, при подобной оценке, скорее всего, не будет никаких изменений. А если еще назад отмотать и вспомнить про снижение рейтингов коммерческих банков, про угрозу для банковской системы и национальной финансовой системы, высоких показателей доходности национальных облигаций, я думаю, вы сами поймете, что нельзя создавать условия для роста, дальнейшего роста доходности казначейских трежерис. И для того, чтобы не создавать эти условия, нужно просто сохранить выжидательную позицию. Ждем конкретных заявлений непосредственно от Паула. Это симпозиум Джексон Холли. Но локально у нас сегодня, еще раз повторюсь, роничные продажи выступления Кашкария. Возможно, вот эти релизы, которые изначально недооцениваются, но станут источником какого-то интересного движения. И продавец, как бы, во мне рассчитывает на то, что эти условия, либо основания будут использованы трейдерами как база для коротких позиций. Нефть 86.30. Вы знаете, друзья, после того, как сегодня вышли данные по промышленному производству, роничным продажам Китая, очень слабые данные, я принял решение пока что все-таки нефть прикрыть и дождаться локальной коррекции. Потому что, на мой взгляд, если такие большие надежды возлагались на Китай и получить подтверждение того, что экономическое выставление все же не такое динамичное, как хотелось бы быть, эта статистика не может пройти незамеченной для бренда и WTI. И, скорее всего, в течение недели мы увидим какую-то волну распродаж, которые могут снова отбросить бренд в район 85-84 долларов и за баррель. И там уже можно будет снова присматриваться к длинным позициям. Еще раз сделаю акцент на то, что это не желание попробовать какие-то косочные спекуляции. Я этим никогда не занимаюсь. Это желание просто адаптировать актуальный новостной фонд под торговую активность. Я верю в рост нефти и ничего не изменилось за последнюю торговую сессию. Уверен, что бренд подорожает до 90 и выше. Но, может быть, раз мы уже заработали на росте нефтянки в последнее время, можно сейчас зафиксировать позицию и перезайти в рынок, если он даст нам такую возможность. Далее. Золото. 1906 долларов за тройскую умсу. Ждем, соответственно, теста поддержки 1900. 1900 локально, скорее всего, будет импульсный рывок еще ниже, потому что сантимент не меняется. По-прежнему все верят в разворот, который может произойти в любой момент. Сантимент 83% трейдеров в покупках. Очень много денег выходит из ИТЕ фондов. Об этом можно сделать вывод даже на основании последнего отчета американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. И десятилетки никак не хотят спускаться ниже 4%. Пока фонд не изменится, золото будет тяготеть, конечно же, вниз. Британская валюта 1,2686. Сегодня на повестке экономического календаря очень интересная статистика по рынку труда Англии. Фонд, на самом деле, завяз в какой-то вялой динамике. Уже три дня подряд мы наблюдаем плюс-минус те же самые значения. В районе 1,27 пара торгуется. В пятницу вышли данные хорошие по промышленному производству ВВП. И рост экономики, и продолжение экономического восстановления. Это, конечно же, подтверждение того, что британская экономика избежала рецессии. И это дает основания британскому регулятору продолжить ужесточать монетарную политику, то есть действовать в соответствии с теми ожиданиями, которые ранее на рынке присутствовали. А ужесточать политику нужно, потому что инфляция находится на очень высоком уровне. Сегодня из всех компонентов рынка труда я предлагаю обратить внимание на динамику роста заработных плат. По прогнозу, заработные платы, в данном выражении, выросли с 6,9% до 7,3%. И, конечно же, это будет причиной сохранения инфляции на высоких значениях как минимум, а как максимум мы можем увидеть по инфляции новый виток роста, новую тенденцию роста, что точно заставит британский регулятор активнее повышать ключевую процентную ставку. Поэтому цели по британской валюте, они не меняются. Я жду восстановления пары до уровня 1,30. И доллар-иена 145,50. Пока что, друзья, наблюдаем, не лезем в рынок, вроде бы как Банка Японии даже вербальных интервенций пока не проводил. Будут сначала вербальные интервенции, если мы поймем, что рынок их игнорирует, то станет понятно, что за вербальными последуют непосредственно сами вот эти операции по регулированию валютного курса. И вот этот момент нам нужно подловить. Я думаю, что это произойдет уже в ближайшие торговые сессии. И будем, соответственно, уже шортить валютную пару доллар-иена с целями 135, а может быть даже пониже, как ранее говорили и прогнозировали, и ожидали снижения курса аналитики Банков Америка и Сити. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.